rpbaza.ru студия эксклюзивных покрытий от UberPaint Привет, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем тесты нашего губака в роли антигравийной полиуретановой защитной пленки. До этого мы взяли капот, покрасили его, одну часть жидкой резины UberPaint плюс лак, вторую часть нанесли его поверх родного ЛКП и здесь просто оставили. Сначала хочу показать вам то, что вот эта композиция жидкой резины плюс лак, цвет практически не сжирает вообще. То есть вот родной цвет, вот жидкая резина. То есть тест на прозрачность в принципе прошли. Сейчас посмотрим на защитные свойства. Сейчас берем гайки обычные методические и смотрим тест, как выдержатся эти вещи. Сначала кидаем на обычный УКП родной. В принципе, имитация как будто прилетел камень. Теперь кидаем на жидкую резину плюс лак. Вот скол. Ну и третье кидаем в узлах плюс обычный, на поверх обычного родного ЛКП. Скол здесь. Теперь у нас тест на царапины. Тверткой крестовая проводим с одинаковой силой полосы. Вот. Оставила гайка на месте, где мы нанесли лак поверх обычного лака. Пробил и сейчас будем снимать, посмотрим. Вот след от гайки на жидкой резине плюс лак-гуд-лак. Не запомню. Ну и вот на родном кузове. Сейчас будем смотреть, снимать, что сделалось с родным. Стали царапины от отвертки. На родном ЛКП тут до металла, тут ничего уже поделать невозможно. Вот здесь жидкая резина плюс лак. Сейчас под нагревом пена. Посмотрим, как будут и будут ли вообще убираться эти царапины. Сейчас пойдем холодной водой. В принципе, царапина стала намного меньше. Здесь вообще практически. На этом месте ее нет. Думаю, если погреть подольше, то еще более скроется. Полировка. По всей видимости, все это должна убрать. Либо скрыть так, что практически невозможно заметить. Также феном погреть на покрытие гуд-лак поверх обычного лака. Царапины видно отчетливо. Тарапины здесь не затянулись, так как и облаживает резина. Теперь попробуем снять отсюда и отсюда. И посмотрим, остались ли следы на родном кузове. Так, вот след остался на родном. Скол уже ничего не поделать. Вот. Вот куда прилетела гайка на жидкую резину. Сейчас посмотрим, что осталось. Осталось ли вообще на родном ЛКП. Вот как снимается. Сначала идет гуд-лак. Видите, вот до кузова не дошел удар. Задачей справилась более чем. Следы от отвертки. Здесь, соответственно, царапина не уберется, не уберется. Вот здесь посмотрим, дошло ли до кузова. Здесь царапины от отвертки до кузова не добрались. Так вот, видно полосу на верхнем слое лака, гуд-лака. Оставил след свой, отвертка. Вот она идет дальше. Сдавили прилично. Вот как эластичный гуд-лак. Вот чисто лак, без резины. На растяжение отверткой. Четыре слоя. Уже нереальные нагрузки надо сделать. Вот, смотрите, как снимается. Сдавили приятно. Под ней остается резина. Сможете оставить в резине. Лак, видите, не крошится, не ломается. Действительно пленка. Полиуретановая пленка. При правильном нанесении снять ее, возможно, будет без проблем всегда. Вот, мы сняли, мы сняли два резина. Осталось целое. То есть, в теории, можно нанести, снять старый лак, если он затрется, либо что-то не произойдет. Нанести новый, не снимая резины. Чем толще слой резины, тем, в принципе, лучше, будет крепче сжаться, сильнее защищать от более серьезных соратин. Теперь, смотрим на третью часть. Здесь, напоминаю, наносили гублак поверх родной краски. Вот это класса. Вот, куда прилетела гайка. Для начала, вообще, посмотрим, как он снимается, снимается ли. Снять очень проблематично. Нет, этого делать нельзя. То есть, от резины он отлично отходит, а от родного кузова подрать проблематично. В итоге, вот полоса от отвертки и от гайка снят родном кузове остался. Резина плюс гублак. Ни одного следа снилось отлично. Вот просто лак. Без резины. Весьма прочно. Ну и гублак плюс родной ЛКП не снимается вообще. Поэтому делать запрещено. Ну и поскольку мы не смогли снять гублак с этого участка, попробуем, какие температуры он выдерживает. И сравним с родным лаком. Вот здесь мы сняли. Здесь родное покрытие, здесь гублак. Пьем на максимум. Ничего нет. Пошел дым уже, а лаку все равно. Таких температур в природе в принципе не бывает, которые мы сейчас сделали. Но факт есть факт. Гублак переносит их спокойно. Теперь посмотрим, как отнесется к этому... Теперь посмотрим, как отнесется к этому родной кузов, родная краска с лаком. Продолжительность. Поехало. Вот это уже не collapsed. В общем, и родной кузов тоже не держит нормально. Ну, это все к тому, что покрытие жидкая резина плюс гузла практически не будет у вас отличаться от обычной покраски. Только будет прочнее за счет того, что лак полиуретановый. RPBaza.ru. Студия эксклюзивных покрытий от RuberPaint. И на царапины смотреть, как они защищены. Да, прилетела. Дай-ка. Вот она.